Зима еще не наступила, а проблемы уже начались. Социальные сети вчера буквально разрывались от дневных сообщений в адрес ТГК-14, потому что с 4-х часов дня многие горожане были вынуждены вмерзнуть в своих квартирах. Отключили горячую воду и отопление. У них, видите ли, авария. Это в разгар отопительного сезона, уже в третий раз после его начала. У меня дома после каждой такой аварии трубы ремонтировать приходится. Еще и тарифы повышать вздумали. Сколько можно работать спустя рукава и обдирать население? У меня дома тоже дубак и без воды сидим. И у нас дома холодная батарея, у соседей малыш месячные, мерзнут. Отопление и горячую воду многим жителям вернули только к ночи. Кроме того, горожане также жаловались и на отключение света. Так, например, молодой человек вчера остался в темноте посреди торгового центра. Короче, в титане выключили свет. Ну все, берем все, что хотим. Да ладно, сутка. И в М-видео нету света. Так что, кому возьмем мой айфон? Напомним, что такие сюрпризы ТГК-14 устраивает не в первый раз. За последние два года это уже четвертый серьезный случай. В тепловых сетях только с начала отопительного сезона уже произошло три крупных технологических нарушения. 21 октября в районе улицы Красноармейская, 19 ноября порыв на тепломагистрали номер 3 и 8 января текущего года порыв шестой теплотрассы в районе павильона номер 3. Все эти аварии характеризуются отключением большого количества жилых домов, объектов социальной сферы и продолжительного устранения свыше 13 часов. По словам главного инженера ТЭЦ-1, остановить котельную пришлось из-за аварии в Бурят Энерго. Из-за резкого отключения электросетей произошел сбой на насосной станции. Вчера произошло обестачивание насосной станции ПНС-62, которая питает водой Уланденскую ТЭЦ-2. Уланденская ТЭЦ-2 осталась без воды и оперативным персоналом ТЭЦ-2 был остановлен котел номер 2. На данный момент режим подачи горячей воды и отопления в Октябрьском районе полностью установлен. Но вот вернуть надежду людям на то, что отопительный сезон пройдет без проблем, будет еще сложнее.